Приветствую всех подписчиков канала Разоблачено, с вами Екатерина Протсовицкая. За последний год система власти еще активнее развернула кампанию по преследованию независимых журналистов, блогеров, общественных деятелей и правозащитников. Кто-то, как наш журналист Айдар Камалединов, подвергается уголовным преследованиям. Кто-то обретает для себя новый статус иностранного агента. Героиня нашего сегодняшнего эфира – известный самарский правозащитник, координатор регионального отделения движения «Голос», которое признано иностранным агентом, Кузьмина Людмила Гавриловна. Сама Людмила Гавриловна 29 сентября признана Минюстом иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Людмила Гавриловна, мы знаем, что вас неоднократно преследовали и по уголовным делам, и вот теперь новая, так сказать, репрессия в отношении вас. Расскажите, пожалуйста, какие реальные основания, на ваш взгляд, для вашего преследования? Смотрите, реальные основания для преследования в нынешней системе власти, так как она настроена по отношению к собственным гражданам, значит, реальным основанием может быть любой жест, поступок, слово, которое не нравится какой-то, значит, охранке, в виде, там, я не знаю, или записи в соцсетях, да, охранка – это все-таки силовые ведомства, значит, потому что они получают какие-то указания, значит, цель, которые, на самом деле, значит, чтобы уничтожить условия для самообъединения граждан, будь то любая общественная организация. Уголовные преследования какие-то закончились моей, ну, нашей победой в суде, да, но уголовные преследования по поводу общественного фонда «Голос по Волжье» закончились для меня плачевно, потому что, значит, там вообще-то простая история, да, мы получили грант в свое время, да, значит, от российской организации, которая получила за убежный грант, но в соответствии с законом Российской Федерации она уплатила с этой суммы налоги, и в соответствии с российским законом, после уплаты налогов деньги считаются не иностранными, а российскими, и владельцем их считается организация, которая получила их и очистила, что называется, от налогов, да, то есть уплатила налоги, и вот от такой российской организации с уплаченными налогами мы получали грант. И поскольку общественный фонд «Голос по Волжье» признали в 15-м году, значит, о, господи, иностранным агентом, значит, да, а я была исполнительным директором этого общественного фонда, то, значит, там насчитали налоги почему-то, которые вообще, остальные налоги мы уплачивали все, но насчитали налоги, значит, как на прибыль, хотя общественный фонд не занимается никакой коммерческой деятельности, прибыль не извлекает, да, значит, мы единственное, что делали, это организовывали наблюдение за выборами в 15 регионах Российской Федерации. Так вот, эти начисленные налоги в сумме 2,5-2,5 миллиона рублей, они были начислены, заметьте, дважды, на фонд, и потом суд на меня еще их начислил. В результате, значит, я вынуждена была через два года борьбы в судах все-таки уплатить как физическое лицо, уплатить эти, значит, стране с ее бездонными закромами, уплатить эти миллионы, значит, я их уплатила. Значит, уплатила, заложив свою квартиру единственную. Но эта же сумма, ровно эта же сумма копейка в копейку осталась на фонде. И фонд закрыли с формулировкой, что это, ну, как бы протухшая, так сказать, структура, которая не сможет уплатить, значит, эти деньги, да, то есть уже третье налогообложение по счету, да. Но в результате я теперь в базе данных, значит, как недобросовестный руководитель, которому нельзя открывать коммерческие организации. А вот этот последний статус, который на меня навесили иностранные с мисфункциями иностранного агента, он обязывает меня, чтобы я выполнила закон, не только плашку ставить вот на каждой моей записи, да, а еще и открыть коммерческое предприятие, которое власть немедленно вот признает иностранным агентом, и тогда я буду отчитываться, значит, перед Минюстом и вот перед бездонными закромами Родины, значит, не только сама за себя, но и за вот эту коммерческую организацию. Значит, если я не выполню, а я не могу выполнить этот закон, если я не выполню этот закон, то, значит, предполагается в виде наказания два административных дела и затем уголовное дело, которое указывает два года заключения. Поэтому вот я сижу и жду административных дел и потом заключения, что я могу еще сделать. Вот, но это не говорит о том, вот для меня, это не говорит о том, что нужно замолчать, сложить, значит, крылышки. Это безумно тяжело. Морально и психологически это очень тяжело. Мне совсем нелегко много лет после вот этих историй с миллионами, с уголовным делом, которые, значит, вот на меня же заводили уголовное дело за неуплату налогов, значит, да. Мне совсем нелегко, но это не означает, что нужно сложить крылышки, ничего не делать, не говорить, не писать, не давать оценку собственной вот этой власти. Это не говорит об этом. И поскольку цель – это ограничение на самообъединение граждан, а самообъединение граждан для решения собственных проблем, да, значит, это самое опасное, что есть для современной власти. Потому что самоорганизующиеся граждане – это самая опасная группа, потому что они уже, во-первых, осознали проблему, которую им нужно решить. И для решения этой проблемы они объединились. И тут мы, собственно, подходим ко мне. Я много лет являюсь организатором наблюдения, значит, на выборах. И, значит, безусловно, что как организатор выборов я, во-первых, организую людей, значит, их обучаю, мы вместе обговариваем, а что мы наблюдаем, а какова цель наблюдения, а какова вообще, зачем мы наблюдаем, и почему, откуда у нас появилось понятие «нечестные и несвободные выборы». На самом деле это понятие появилось из очень простого. Вот сейчас действует уже настолько искривленный закон, значит, о выборах, который называется «Об основной гарантией избирательных прав граждан», искривленный, потому что после каждого избирательного цикла в него вносят изменения, которые направлены на то, чтобы ограничить доступ граждан к наблюдению за выборами, ограничить доступ граждан к тому, чтобы они стали членами избирательных комиссий, ограничить доступ граждан к тому, чтобы они писали об этих выборах. И я всегда объясняю нашим наблюдателям, Вообще-то мы с вами следим за тем, чтобы члены избирательных комиссий соблюдали вот этот, пусть кривой, но закон, значит, о выборах. И тогда мы будем считать, что выборы, может быть, прошли без нарушений. И я вообще учу о том, что за выборами вообще-то нужно наблюдать. Не тогда, когда наступает день, когда мы опускаем бюллетени в урны, а тогда, когда их объявили. Доступны ли эти выборы для участия граждан кандидатами? Насколько свободен этот доступ, чтобы гражданин мог стать кандидатом? И вот, понимаете, казалось бы, очень невинное, я почему это все перечислила, очень невинное занятие, а именно желание, чтобы, значит, органы власти в лице избирательных комиссий соблюдали собственный же закон, стали и предметом моего многолетнего преследования. И нынешний статус уже совсем какой-то странный. Я в личном качестве признана иностранным СМИ с функциями иностранного агента. Ну, трудно представить, чтобы человек, который, значит, может писать только в социальных сетях, был иностранным СМИ. Ну, для этого должны были бы быть хотя бы деньги иностранные, да. Но я всем объясняю, и когда мне прислали из Миндус, то, что я признана иностранным СМИ с функциями иностранного агента, значит, да, я написала в ответ запрос, что, дорогие друзья, а вы не перечислите ли к этому, значит, извещению? На какой счет, в каком количестве, когда я получила иностранные деньги, когда вдруг я стала СМИ вместо того, чтобы быть просто гражданином своей страны и имя которой Людмила Кузьмина, да. Ну, нет такого объяснения. И я это отношу к политическим преследованиям. И таких политических преследований сейчас массово по стране стоит только, вот к началу, возвращаясь с того, что я начала, объединиться нам 3-5 граждан, да, для решения любой проблемы, как тут же появляется силовой орган, который нам говорит, не выходи на улицу, не протестуй в пикете, значит, даже если он одиночный, значит, если ты пишешь что-то, то, чего не совпадает, значит, с пропагандистской информацией от органов власти, все, ты уже иностранный агент, да. И на самом деле я вижу просто массовую борьбу нынешней власти со своими гражданами и политические, их политические преследования вот путем использования закона, который как раз, значит, пишется этой же, этой же группой власти и пишется ровно для одного, чтобы преследовать. Поэтому у нас нет защиты в суде, у нас нет судов по суде, прихожая. Поэтому я делаю то, что я могу, а именно, ну, в сентябре, да, я организовывала наблюдение за выборами, писала об этом много, потому что я вижу своей целью, чтобы граждане знали и понимали, в результате чего, которые перед ними являются в телевизоре и объявляют себя властью, значит, в результате чем, как они получают эту власть? Они ее получают в результате того, что мы с вами не можем наблюдать выборы или не хотим, не участвуем в выборах, значит, по разным причинам, или приходим туда и бездумно, значит, опускаем бюллетени. Ради этого я и пишу, чтобы граждане понимали, что вообще-то в конечном итоге в ответе за все они. Редко когда какая-то власть бывает, ну, несет ответственность, да. Ну, может быть, последний раз у нас была ответственность в 1917 году, когда, значит, пришедшие к власти взяли и расстреляли всю семью царя, да. Но я считаю, что это не та ответственность, и не так должна поступать власть, которая становится законной, приходит ради граждан, значит, да. Ну, вот, и я пришла и говорила в этом, а что я могу еще делать? Я осознаю себя это делать вправе. Вот тут и все. Людмила Гавриловна, а почему тогда, вот как по вашему мнению, большая крупная волна объявлений иностранных агентов была как раз именно после выборов, а не перед ними? То есть логично, наверное, было бы заткнуть всем рот или попытаться это сделать перед предстоящими выборами, чтобы не было наблюдателей, чтобы их некому было обучать, чтобы об этом не писали и не говорили. Почему тогда, вот, 29 сентября, когда по факту уже все закончилось? Ну, смотрите, нельзя считать, что, ну, на власть, сама власть не глупа, не дура, не идиот, значит, да, и поскольку власть стоит на том, что она владеет всем бюджетом страны и нами с вами, да, управляет, да, и у нее в подчинении силовые органы, которым она может отдать любое указание в власть, все-таки еще и, значит, нанимает разумных для работы на себя специалистов. И я думаю, что все вместе они прекрасно понимали, что, значит, от того, что они перед выборами это объявят, это не убавит и не прибавит наблюдателей, это не прибавит и не убавит оптимизма избирателям, потому что на самом деле власть рассчитывала как раз на то, чтобы пришли только вот эти люди, которые, ну, грубо говоря, бюджетники, которых она оплачивает, да, те, кто зависим, тех, кого она может на дому, значит, мобилизовать и засовывать эти бюллетени и ставить галочки за того, за кого она покажет. Власть рассчитывала на сами избирательные комиссии, власть рассчитывала на органы исполнительной власти внизу, да, и у нее для этого есть много ресурсов, чтобы оплачивать, поэтому, ну, не нужно было создавать какой-то дополнительный шум перед выборами, надо было тихо, мирно получить результаты, вот они их получили. На самом деле, значит, это насилие, да, над нами с вами, оно и на участках продолжалось, да, и это не прибавило, вот нам это не прибавило, не убавило наблюдателей и не прибавило, и нельзя сказать, что их было много, значит, потому что нагнетание вот этого страха, угрозы преследования, значит, уголовных дел, значит, явление к тебе полицейского, значит, оно уже идет давно. Мы видим с вами, что мы не можем выйти на митинги, да, мы не можем выйти в пикеты, мы не можем выйти в одиночный пикет, ни по какому поводу, даже если это не политический повод, скажем, да, а, ну, условная, давайте возьмем, точечная застройка, да, мы видели с вами последнее время в Самаре, что люди предпочитают некоторые вывесить баннер на балконе, да, протестуют против вот этой точечной застройки, но не выходить самим. Но и эти люди преследуются, к ним приходят, значит, силовики, там опрашивают, составляют протоколы, то есть нагнетание вот этого страха и мысли о том, что ты бессилен, все мы бессильны, да, оно давно, оно не вчера, поэтому это не имело значения, но после выборов, ну, как же, вот тут надо показать, если я на участках, я власть на участках показал, что я буду делать то, что я задумал, и все ваши тут, значит, наблюдения, все ваши писания, все ваши разговоры, все ваши отклики, они не имеют никакого значения, то после выборов, ну, милый ты мой, ну, конечно же, барин обязан доказать, что он барин, да, еще и жестокий барин, чтобы не повадно было, я все это вижу таким образом, никаким другим. Как вы думаете, стоит ли людям в таком случае бояться этих преследований, этих репрессий и того, что у нас, в принципе, ограничена любая возможность выражения своего мнения мирным путем? Ну, смотрите, страх вообще на самом деле штука очень коварная, и коварная она, знаете, в чем? Я просто это по себе уже знаю много лет, значит, первая начинается паника, ты видишь вот это вокруг, и ты потихонечку паникуешь, и тут в тебе поселяется страх, но коварность страха в том, что потом, если ты его не ограничиваешь сам, да, то он начинает вместо тебя действовать, и человек в страхе всегда совершает очень плохие поступки, отчаянные, может быть, поступки, да, и мы видим с вами тоже сейчас и отчаянные всякие поступки, да, значит, и в этом коварность страха, поэтому, и плюс я еще глубоко уверена, что люди вообще, люди не герои, люди, они обычные люди, цель человека вообще на самом деле не геройство, да, и цель человека, цель жизни человека вообще не геройствует там, не с властью там бороться, цель человека – это жить, и желательно жить благополучно, в безопасности, для того, чтобы дети были, чтобы их можно было вырастить, да, поэтому в конечном итоге действительно человек не герой, да, но бояться, вот помня о том, что страх коварен, он вместо тебя действует, да, тоже нужно помнить, поэтому я-то думаю, что это очень трудно, но иметь нужно друзей как можно больше, иметь тех, которые тебя поддержат, те, которые согласны с твоими оценками, с твоими взглядами, да, то есть это то, с чего опять я начала объединяться, да, объединяться, желательно смотреть на рационально, на то, что происходит, да, и тогда, может быть, когда ты справляешься со страхом, приходит другое понимание, а как я сделаю так, чтобы это было, ну вот, не дошло до того, что вы меня посадили, там, условно я говорю, да, посадили в тюрьму, да, ну, пришел полицейский к тебе, ну, сделал он этот опрос, ну, составил он этот протокол, ну, давайте вот мы помним, судов нет, закон кривой, но туда следует идти судиться, следует, значит, тратить время на это, следует, первое, это помогает тебе ощущать себя в праве и, значит, не ронять чувство собственного достоинства, и второе, это показывать другим людям вокруг, что, ребята, судов-то у нас с вами нет, это означает ровно одно, что в опасности не только я, да, в опасности любой из нас может оказаться, да, вот я уже приводила где-то этот пример, да, условно, скажем, вы там, я не знаю, в подъезде, старший по подъезду, старший по дому, да, и, да, взгляды у нас у всех разные, устремления в жизни разные, и если ты начинаешь очень правильно, очень правильно, добросовестно отстаивать, условно, скажем, интересы своего дома перед управляющей компанией, вполне нужно осознавать и понимать, что управляющая компания, да, она же связана с органами власти, вполне может сочинить на тебя что-то, да, посмотреть, да, у тебя оказывается дочь где-нибудь в Польше, она тебе помогает, она тебе три рубля там перечислила, тоже могут признать иностранным агентом, пометуя о том, что границ сейчас, к сожалению, в преследовании нет, и наша с вами вот эта разобщенность, деление на красных, белых, на политик, вот политическое деление сейчас неуместно, на мой взгляд, важно другое, да, красные, там, я условно говорю, красные борются за, там, условно скажем, за честные мусорные сборы, да, поддерживать их в этом, зеленые борются там, значит, за то, чтобы не вырубали деревья, поддерживать, это дает возможность нам с вами понимать, что дело не в политическом, а дело в том, чтобы мы свои взгляды все выражали мирно, не опасаясь, что нас будут преследовать, и когда граждане начинают вести публичную дискуссию друг с другом, да, в принципе, они всегда, как бы, поймут друг друга, поэтому, ну, вот, каким-то образом все-таки крепить, крепить ряды нашего взаимопонимания и взаимообщения, взаимной поддержки, да, не наклеивать ярлыки, вот, я сейчас там переписывалась с парнем, который, ну, он, скажем там, у него националистические взгляды, но я считаю, что он вправе их иметь и защищать там одни русское население, право русского населения, другие там, татарского населения, да, значит, вот он ярый антикоммунист, это его право, он же не совершает убийства, он же не совершает то, чего, значит, не нарушает закон, конституцию, да, высказывает свое мнение, он имеет право, мы имеем право с ним спорить, мы имеем право не пойти, условно скажем, по его, но, на его может быть совместный пикет, но это не значит, что в жизни, если он с нами живет в одном подъезде, или вот, как я знаю очень многих, это не значит, что я с ним не должна общаться, понимаете, потому что, на самом деле, граждане в стране всегда разные, во всех странах разные мы, да, и загадка в том, что мы должны найти способ, как жить такими разными в этой, в стране, да, но это означает только одно, быть терпимыми, понимать друг друга, значит, борьба с собственным народом, я считаю, развязанной, а это очень плохо, это очень плохо, я смотрю, с исторической точки зрения. Что люди могут сделать, чтобы прекратить эти репрессии, чтобы помочь политзаключенным, политпреследуемым? Да, смотрите, первое, поддерживать политзаключенных, невзирая на нашу разницу взглядов, там, вот как сейчас это люди пишут письма, выражают свое мнение, да, поддерживать и понимать, что вот он тоже хотел хорошего, как и другим способом пытался, ну, хотел бы достигать этого, да, значит, второе, это объединяться друг с другом для решения проблем, третье, все-таки высказывать свою позицию, да, может быть, избегая вот того, как это сейчас открыла власть охоту, значит, в социальных сетях на людей, которые высказывают свое мнение, так высказывать ее все-таки, пытаясь, ну, не обзывать, не угрожать, да, но высказывать свою точку зрения, да, то есть использовать те легальные инструменты, которые у нас есть, а я хочу сказать, что они у нас на самом деле не все, мы не всех инструментов лишены, потому что все-таки какая-никакая, но у нас есть социальные сети, ну, вот каким-то таким образом, да, и сохранять собственную жизнь, отчаиваться, понимать, что в этом мире многое заканчивалось, и не всегда радостно для власти, которая поступала вот таким образом, как сейчас поступает наша власть со своими гражданами, да, и там тьма примеров не только в нашей стране и в других странах, ну, и просто уже помнить о том, что в этом мире проходит все, пройдет и это, главное сохранить себя для того, чтобы все-таки действовать, не ну, не склониться, не впасть в отчаяние, не озлобиться, ну, вот оставаться, все-таки всеми силами оставаться человеком, мне кажется, мне так кажется. Я вообще считаю, что все преследования, которые у нас сейчас есть в стране, это преследования вот власти против того, чтобы граждане могли самоорганизовываться, объединяться, вот это главное, чего не хотела бы власть, она хотела бы в таком случае, чтобы она руководила, вот она бы говорила, это всегда выливается в это, да, пошли на парад, значит, прокричали ура, там, Путину, Иванову, Петрову, Сидорову, значит, да, так удобно, удобно выделять деньги на, значит, повышение заработной платы силовикам, это очень удобно, но тоже надо помнить, что силовики на самом деле живут с нами иногда в одном доме, в одном подъезде, совсем не лучше нас, это не означает, они приходят с утра на работу и не видят, что их начальник ворует, что их начальник не означает, что он не видит, что тот, который над ним начальник, тоже ворует, если мы заметим с вами, преследуют не только гражданских активистов, не только политических активистов, сажают чиновников, сажают силовиков и и не слабо сажают, скажу я вам, сажают, может быть, и за дело, с нашей точки зрения, там, взятка какой-то начальник УВД, вот сейчас в СИН скандал, взятки, вороство, значит, сокрытие, откаты на значит, бюджетных каких-то работах, да, с нашей точки зрения, они сажают их за дело, да, но на самом деле, это означает ровно одно, что никаких своих ближайших служб тоже не пощадит, когда это нужно было, будет сделать, и поэтому, смотрите, добрались до высших учебных заведений, вы посмотрите, как трясет высшие учебные заведения, в начале объединения вузов, теперь уже посадки ректоров, в начале студентов, теперь уже до ректоров дошли, медиков преследуют, да, преследовали до этого значит, собачников, тех, кто зачищал собак, то есть, и это означает ровно то, что мы не знаем в какой момент мы окажемся вдруг вместе, значит, и скажем, что мы так не хотим, и мы не будем, и может быть полиция не будет избивать, я была свидетелем этого в конце 80-х годов прошлого века, когда я помню, что полиция, ну, тогда милиция в Самаре отказалась прекратить несанкционированный митинг, и я собственными глазами его увидела позже, просто узнала, потому что он ко мне подошел, значит, в одном из милицейских работников, офицеров, который шел к трибуне, выступать собственного одноинститутника, и он тогда рассказал о коррупции, значит, в рядах милиции, да, мы с вами не можем думать о том, что вот так, как это есть сейчас, будет и завтра, и послезавтра, и вообще всегда, поэтому нужно жить и делать посильный вклад в то, чтобы жизнь стала лучше, вот и все. Людмила Гавриловна, как лично вам люди могут помочь вот в данной сложившейся ситуации, могут ли они что-то сделать? Смотрите, я как бы, да, как мне можно помочь? Мне труднее всего психологически, конечно, потому что психологически труднее ровно потому, что уже который год я-то понимаю, что вот три раза один и тот же налог нельзя наложить, да, ну нельзя никак, три раза нельзя считать один и тот же налог и пытаться его взять, да, значит, я, и я понимаю, что это несправедливо, и это нечестно, это незаконно, когда тебя признали, значит, иностранным агентом, значит, и наложили вот такое взыскание, значит, в виде выплаты двух с лишним миллионов, да, и психологически пережить эти вот очень сложно, и сейчас тоже самое, да, но находятся люди, которые помогают, кто-то пробу, но, так сказать, бесплатно, значит, вот сейчас нужны юристы, и не значит, что я получу, и моя задача дойти до европейского суда, что совсем не означает, что я буду жива, когда состоится решение этого суда, но я всегда говорю, что мне придется оставить совещание, чтобы на эти деньги поставили все-таки в нашем миллионном городе Самара памятник под лицом, и такой памятник, чтобы каждый человек осознавал, не делай гадости другому человеку, вы все люди на этой земле, ну, потом, ну, как-то вот и резюмируя поддержкой, значит, да, тем, что друзья подключиться в социальных сетях, да, может быть, если есть какая-то возможность каким-то рублем, да, то к моему телефону привязана карта, значит, да, вот недавно два мальчика, ну, для меня они мальчики, два наших наблюдателя, они перечислили мне 1200, значит, да, но мне просто пришлось отдать тысячу на такси для девочек, которые сидели со мной, и мы делали электронную подпись, потому что это не так просто, а для меня оказалось тоже не очень просто, да, чтобы вот это сделать коммерческую организацию, нужна электронная подпись, да, она стоит 1800, и они сидели до двух часов ночи, не потому, что мы были виноваты, и мы ничего не понимали, да, а вот так сложно оказалось там загрузить эти программы, и девочки не могли, конечно, поехать ночью, я не могла их отпустить вот просто так, да, что они вышли и куда-то пошли ночью, да, ну, конечно, мы вызвали такси, я отдала эту тысячу им, да, ну, то есть вот такие вот мелочи, выходить из положения, да, не столько тем, что это будет компенсировано, вот, значит, то материальное и то физическая нагрузка, которая на меня, да, компенсирована этой помощью, но сама помощь это факт, что ты не один в этом мире, и что есть люди, которые, так же, как и ты, может быть, добры, значит, может быть, и не принимают твои взгляды, но они прекрасно понимают, вот, что, ну, мы под этим небом с вами, вот, человек соперничает только с человеком, да, и в соперничестве этом не надо убивать друг друга, есть другие способы соперничества, и лучшее, как мы можем существовать мирно, это поддерживать друг друга, ну, безусловно, борясь против произвола, вот, значит, и всяких других, изгнаний, бить, да, ну, вот, сделать на земле жизнь лучше, вот и всё, так что, вот так и будет. Спасибо большое, Людмила Гавриловна, за то, что, несмотря ни на что, вы не сдаётесь, продолжаете бороться, и показывать пример людям дальше, на своём личном опыте вы показываете, что можно отстаивать свои права, можно... Нужно, нужно, потому что у человека есть человеческое достоинство, у каждого из нас, да, и человеческое достоинство, оно не может быть порушено, не может быть убито, это последнее, что можно сделать с человеком, убить в нём собственное достоинство, но поэтому, вот, да, наша задача просвещать друг друга, помогать друг другу жить и не сдаваться всё-таки. Спасибо вам тоже. Будьте здоровы всем. По возможности иногда даже ощущать минуты счастья. Как мы с вами поняли, никто не застрахован от необоснованных обвинений в нашей стране в настоящее время. Дамоклов меч навис над каждым. Именно сейчас назрела острая необходимость объединяться и отстаивать справедливость в нашей стране вместе. Не бойтесь вставать на защиту тех, кто защищает вас. Делитесь этим видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами была Екатерина Протсовицкая. До новых встреч. До свидания.